Добрый день, дорогие друзья! На портал Иисус пришел следующий вопрос. Почему мне хочется много внимания? Объективно вижу, что другой человек во мне очень заботится, но мне все равно этого не хватает. Это огорчает и иногда даже приводит к тому, что я начинаю обижаться на него. Что мне делать? И сегодня мы адресуем этот вопрос отцу Иоанну, который является практикующим психологом-консультантом. Отец Иоанн, действительно бывают такие ситуации, что человеку хочется внимания, он опять же, как мы говорили в одном из недавних роликов, он рационально понимает, что этого внимания ему оказывают достаточно много, но что-то внутри мешает ему принять это внимание и как-то на него отреагировать. Кажется, что есть какая-то пустота. Что с этим делать? Интересный вопрос, потому что, во-первых, я здесь чувствую обиду, слово «обида» не звучало, такая некая обида, которая даже не дается права на существование, обида на других. И обида в каком-то смысле на себя. На себя обида? Ну как же, мне же столько всего дают, такой прекрасный у меня мир, семья и так далее, а я такая неблагодарная, такое осуждение в свой адрес. Может быть, я вчитал то, чего там нет, но как-то в тексте мне оно послышалось. А с другой стороны, такая невыговариваемая обида на других, что мне нужна ваша любовь, выраженная как-то иначе, мне нужно ваше внимание, а я его не получаю. И такой клубок, я понимаю, что он часто бывает. Вообще, про обиду кратко скажу. Обида чаще всего, это как раз таки, когда мы чего-то ждем от мира, или от кого-то конкретного, кто этот мир представляет, этого не получаем, и происходит то, что мы называем обида. В чем здесь проблема? Что обида становится таким, знаете, клишированным понятием, таким помойным ведром, куда мы закидываем все то, что мы не хотим признать, принять и почувствовать. Потому что обида может быть печалью и такой фрустрированной досадой, что мне это очень надо, я не могу это получить, поэтому такая печальная меланхолия. Может быть, обида такой. А может быть, обида полная ярости из того, что со мной сделали то, что делать не должны. Может быть, огромное количество разных обид. И как только мы начинаем говорить слово обида, мы получаем такой, знаете, бессмысленный такой колобок, который мы можем, да, повертеть, можем себя им посамобичевать, другим попоказывать, но часто не приносит никакого результата. Потому что на самом деле туда мы спрятали все то, что мы не можем на самом деле сказать о себе и о других. И как раз-таки одним из самых главных, тут важно посмотреть, а что внутри, что я чувствую. Обида ли звучит как грусть и печаль и слабость, например. Часто обида — это бессилие. Или как несправедливость, или как ярость. Прямо увидеть, назвать. А дальше считать, что за ожидание было у меня. И это тоже будет важно. Очень тяжело будет признавать, что что-то по-настоящему мне нужно. Потому что у нас в голове часто звучит такой миф о, с одной стороны, нашем всемогуществе, о том, что мы все можем. И более того, что мы должны мочь. Мы должны быть сильными, мы должны быть независимыми, мы должны со всем справляться, никаких не испытывать проблем. Дальше мы должны быть удобны для другого. Поэтому у нас есть наши какие-то потребности, которые часто мы не умеем слушать, или нас не научили их слушать. Много всего. И как раз таки может быть путем к обретению контакта и с собой, и с реальной ситуацией, это то, чтобы увидеть, а что за ожидание внутри. Вот, говорит, мне недостаточно того, что мне дают. Тяжело признать, от чего конкретно мне не хватает. Тут чувство вины, что мне же так много дают, а я не имею права требовать и просить. Много всего. И бывает важно себе признать, от чего мне хочется. Дальше другой момент. Хочется перехочется, говорится нам в детстве часто. Мало ли чего ты хочешь, из того, что ты должен, или будь благодарен тому, что ты получаешь. И вот часто мы опять же в этом состоянии какой-то обиды попадаем в такое детское состояние, где хочется плакать, или хочется рвать все вокруг себя, в зависимости от темперамента. И бывает важно сказать, а что я на самом деле хочу? А дальше стоит другой момент, что оказывается, никто не знает об этом, что вообще-то я хочу чего-то. И оказывается, что бывает достаточно другим, сказать, что мне чего-то не хватает. Сказать мне, опять же, не в ситуации обиды, как, ах, вы такие, мне это не даете. А они даже не знали, что они не дают. А сказать это, что, знаете, дорогие друзья, знаешь, любимый муж, любимая жена, вот мне сейчас очень нужно вот это от тебя. Можешь ли ты мне это дать? Человек может сказать, нет, я не могу. Но как минимум, это будет уже обозначено. И дальше можно сказать, хорошо, давайте вместе поймем, а где мне обрести то, что я ищу. Если в ответ на этот вопрос, на этот ответ, нет, возникает обида, что с ней опять делать? Обида, то есть, если мне сказали нет, я обиделся. Да. Опять же, тут... Ты должен мне дать. То же самое, да, ты должен вообще-то, ты не имеешь право сказать нет. Это тоже такая идея, когда, о, я думаю, что другой не имеет право сказать нет. И тоже оказывается, что как раз-таки этот момент, такого некого прояснения моих ожиданий от другого, для меня открытие, что вообще-то, да, у меня есть очень жесткие требования к другому тоже, у другого есть свои требования ко мне. То есть, это опять же, вот такой оказывается выход из обид, через такое признание того, что происходит на самом деле и внутри, и снаружи, только отца выходом на новую ступень и самопознание, и познание другого, новое понимание какой-то глубины единения между друг другом. И оказывается часто, что другим, правда, достаточно просто сказать, обозначить что-то. На эту тему даже есть немножко простенькая, но в этом ее красота, книжка одного западного автора, кажется, зовут Гарри Чепман, «Пять языков любви», она лет 10, назад была очень популярна. Там как раз таки была такая история про то, что часто люди, которых мы любим, что они ждут от нас одного, то есть у них один язык любви, а мы даем им другое. И происходит такой конфликт. Как же, я же для тебя столько делаю. Он говорит, а мне не нужно, чтобы ты столько делал. Я хочу, например, чтобы ты меня обнимал с утра. Мне нужен язык нежности, я не делал. А другому наоборот. И это как раз таки бывает интересно. Эту книгу советуем мы прочесть, она очень простая. Это не какая-то вершина семейной психологии, совсем нет. Но для какого-то такого понимания бывает очень полезно. Прямо понять, что да, оказывается, что другой любит меня, просто как-то по-другому это выражает. Может быть, он даже не знает, что я говорю на другом языке любви. И это бывает важно просто прояснить, проговорить. Ну да, вот вы говорите о том, что необходимо понять, что стоит за этим. И вот в этом вопросе прозвучало слово «внимание», что человек видит за собой, что ему необходимо много внимания. Вот что это? О чем это говорит? Вот это тоже интересно. Во-первых, слово «много». «Много» — это сколько? То есть, о чем идет речь? Это тоже часто, что-то там «много» звучит, как будто бы человек просит того, чего вообще-то не заслуживает. Вот тоже такая оценка. То есть, как будто бы человек, задавая уже вопрос, говорит о том, что да, я прошу того, чего не имею права просить, как будто бы. Я бы это первый поставил под вопрос «много» — это «чего?». Я вообще бы от количественных вещей его перешел бы к фактическим. То есть, какое внимание я хочу? Ну вот я не знаю, о чем говорит автор этого вопроса, но, допустим, по общению с друзьями могу привести пример, что бывает, что человеку нужно внимание, например, когда другой человек занят. Я буквально недавно общался с одними знакомыми, которые мне рассказывали эту историю, что муж занят, а жене в это время нужно внимание, нужно, чтобы он обратил на нее свой взгляд, еще что-то, да, и поскольку он не может этого сделать, ей этого недостаточно, не хватает. И вот в данном случае это конкретная ситуация, о чем она может сказать? Во-первых, опять же, о том, что в отношениях есть определенная драматургия. Не драма, драма бывает, но ее учу избегать, а драматургия, определенная динамика. И тоже важно от этой динамики не прятаться, а ее открывать. Что, да, бывает так, что мне сейчас хочется, вот неимоверно хочется его внимания, другой его дать не может. Это же создает такую потребность, но, опять же, это должно быть как-то, может быть, такой прозрачным диалогом. А дальше это может быть культивировано как-то, то есть, когда, да, сейчас я дать тебе не могу, давай с тобой решим, что вот четверг будет наш день. Например. Это часто банальные вещи. Или, например, наоборот, может вдруг открыться такая вещь, что человек полностью зависим от другого. Такая некая созависимость. Сейчас, может быть, не слишком строго терминологически употребляю это слово, но в чем суть, что радость одного зависит полностью от другого. И бывает важно это тоже заметить и в себе, или в другом. И вместе пройти этот путь к некоторому такому расширению радости. Вдруг понять, что, да, оказывается, например, что если я занят, то ты можешь тоже жить какой-то своей жизнью, например. Так бывает, что мы не совпали. Это тоже еще одна история. Тут одно за другой цепляется. Про то, что брак, ну мы вот вместе вообще тотально. И что мое состояние равно твоему состоянию. Мы друг от друга так зависим. Но может быть не так, может быть наоборот так, что брак или какие-то такие семейные отношения, речь поскольку о них сейчас, а что это тоже полоса встреч. Хотя мы живем в одной квартире, например, когда мы встречаемся, мы сходимся, кто-то на работу, кто-то какие-то заботы, снова встречаемся. Это уже чуть более сложно, чем когда вы просто парень и девушка, например. И там уже эта драматургия выстраивается чисто за счет того, что вы не живете вместе. И вот эта постоянная разлука, снова встреча. И главная встреча, это значит, мы именно встретились, и мы именно вместе. А не в смысле, что мы вместе, но каждый занят чем-то своим. у браки немножко сложные. И тут опять же приходится выстраивать какую-то культуру такого внимания друг к другу. И бывает нормально говорить о том, что мне хочется вот этого. Он говорит, не, знаешь, я дать это не могу. Но, знаешь, я не против, если ты как-то вот так сделаешь. И это постоянно такой поиск синхронизации друг к другу, но при этом без слияния. То есть такая вот, слово драматургия мне здесь очень нравится. действительно постоянное такое вот обнаружение того, что постоянно что-то движется и меняется. И главное, рядом другой, который тоже меняется. Как всегда, очень тонкая история. Спасибо вам, отец Иоанн. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы к отцу Иоанну, вы можете оставить их в комментариях. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, на инстаграм отца Иоанна. И до следующих встреч. До свидания. Продолжение следует...